здравствуйте сегодня мы с вами приготовим домашние колбаски а для этого нам понадобится фарш в данном случае у меня говяжий но можете использовать любой свиноговяжий баранья какой угодно у меня пол килограмма чеснок пару головок соль перец семена тмина в ступке молотый кориандр и листья сушеные кинзы обычно колбаски готовят в кишке используя насадку на мясорубку но не каждого человека есть насадки на мясорубке да и кишку не так уж просто купить поэтому я вам покажу небольшую альтернативу это вот такая пищевая стрич пленка самая обычная я покажу вам как с помощью ее мы и приготовим наши колбаски приступим к приготовлению для начала мы подготовим фарш насыпем в него четверть чайной ложки молотого кориандра четверть чайной ложки сушеной кинзы листьев поперчим по вкусу присолим по вкусу теперь возьмем семена тмина буквально пару щепоток тоже приблизительно выйдет четверть чайной ложки разотрем их в ступке получился перетертый тмин тоже высыпаем сюда теперь мы раздаем измельчим пару зубчиков чеснока добавим чеснок тоже наш фарш имейте ввиду все приправы это дело индивидуальное поэтому добавляйте все приправы соль перец чеснок все по своему вкусу теперь наш фарш хорошенечко вымешаем уже сразу аромат от фарша пошел такой приятный теперь надо немножечко отбить фарш таким вот образом для чего это делается чтобы фарш стал немножечко плотнее наши колбаски не разваливались теперь берем стричк пленку разматываем внутренней стороной бобины наружу укладываем ненужную часть отсекаем ножом и выкладываем на стричк пленку наш фарш ближе к этому краю откуда мы будем закручивать оставляя здесь концы чтобы можно было их завязать по утолщине фарш регулируйте сами на свой вкус имейте ввиду что она будет проходить первую стадию обработки это варка при которой конечно же фарш уменьшится в объеме теперь нам нужно плотно закрутить стричк пленку и придать ей круглую форму форму можете придавать любую какую вам нравится здесь мы просто закручиваем концы и завязываем их на узлы вот нам получилось вот такая вот заготовка под колбаску точно так же мы делаем все остальные колбаски насколько хватит нашего фарша теперь наливаем в кастрюлю воду доводим ее до кипения и укладываем в нее наши колбаски и варим ориентировочно 20-25 минут после того как мы нашу колбасу отварили ее надо обжарить напомню вам что фарш надо хорошо отбивать и варить надо на очень слабом огне иначе колбаса по разваливается у меня 2 из 3 развалились на кусочки с другой стороны зато они развалились на удачно порционные куски и не придется ее нарезать теперь нам осталось ее обжарить на маске на растительном и все наши колбаски домашние готовы ну ты все наши домашние колбаски полностью готовы аромат стоит такой что как говорится хоть сейчас наливаю рюмочку это блюдо на данный момент из разряда тех что называется вкус гораздо лучше чем внешний вид подписывайтесь на мой канал youtube и ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы я вам на них обязательно отвечу до новых встреч до новых встреч